Тебя попытаются впилить одну или другую услугу, подорожить. Это нечасто найти мексикантов, которые говорят на русском языке. Если вы гомофоб, то вам не надо. Такое маленькое существо, которое помогало продолжению жизни на планете. Приходите в дом, разуваются, вам дают тапочки, все такое. Офкос на связи Владик Орс. Ребят, сегодня 24-й день уже, как я нахожусь в Мехико. Сегодня у меня очень мега необычный будет выпуск. Сегодня я снимаю интервью с людьми, которые приехали давно в Мехико. Они являются русскоязычными, они здесь живут, получили либо ВНЖ, либо ПМЖ. Интервью будет о том, как здесь относятся к русским, присутствуют ли в Мехико русофобия, какие места стоит ходить, какие не стоит. Ну и в целом вообще расскажут, как здесь русским живется и так далее. Всем желаю, приятного просмотра. Не забывайте подписаться на канал, поставить колокольчик, написать комментарий, чтобы не бросить новые выпуски. Удачи, не забыл, у меня еще есть свой Телеграм-канал. Владик Орс, Телеграм-ченел. Тоже прошу подписаться на Телегу, здесь будет внизу прикреплена ссылочка, вот, поддержать молодой, недавно развивающийся канал. Так, Аня, привет. Скажи, сколько ты находишься уже здесь в Мексике, пребываешь. И расскажи вообще, как здесь относятся в целом к русским, какие здесь возникают проблемы у русских, есть ли дискриминация русских и как в целом здесь вообще приходится русский народ, доля населения, если знаешь, и какие районы благоприятные здесь в Мехике считаются. Привет, привет. Я в Мексике уже 12 лет. Ты знаешь, здесь нет дискриминации, есть, наоборот, повышенный интерес к светловолосым людям. У меня даже есть такое слово «уэром» или «уэра», когда речь идет о девушке. Светловолосые над нами постоянно подшучивают, ну, в хорошем смысле дискриминации никакой нет. Может быть, если они подумают, что ты турист, ты больше владеешь английским, нежели испанским, тебя попытаются впилить одну или другую услугу подороже, чем для обычного народа. Ну, это же нормально, это во всех странах. Дискриминации вообще никакой нет. Для прогулок, для проживания, конечно, лучше спокойные районы, как Дельвай, как Сан-Анхель, Поланко. А вот эти районы, я тебе перебью, они близко где-то сейчас, где мы находимся, находятся? Или они на окраинах Мексики находятся? На окраинах нет. Зачем? Вот ты сейчас на Дельвай. Ладно, мы сейчас на Дельвай. Сан-Анхель – это то, что следующее. Дельвай – это такой спокойный район. Дельвай – это уже спокойный район. Здесь в основном резиденции, старички, дедушки, бабушки. Вот такие вот. Поланко – это дороговатый район, туда хорошо пойти покушать. Снимать квартиру, наверное, тоже очень хорошо, но, наверное, дороговато. Зона Роса – вообще шикарное место для того, чтобы провести время. Если вы нетрадиционной ориентации или обычной гетероориентации, вам будет там очень весело. Если вы гомофоб, туда вам не надо, потому что там любовь, гармония. И много алкоголя, и игрушек. Ребята, скажу на личном опыте, я живу как раз в этом районе. И я неоднократно встречал молодых людей с нейтрационной сексуальной ориентацией. Поэтому, да, если вы гомофоб, лучше вам в этот район не заселяться. Потому что будете злиться и злиться, глядя на счастливые пары. Однополые счастливые пары. Да. Осторожно нужно очень с вещами в Мексике своим. Лучше не забывать это, потому что, если ты забыл телефон в такси, то и тебе говорят, что тебе его вернут, тебе его не вернут. Также с вещами в гостиничных номерах. Неважно, что это очень хороший отель, лучше с этим осторожненько. Кстати, добавлю, недавно произошла ситуация. У одной девушки украли из гостиницы полторы тысячи долларов. Аня, как добрый человек, как раз вызвалась на помощь, помогать этой девушке. Ты можешь в целом рассказать вообще ситуацию, так вкратце, что вообще произошло, почему такое вообще, как она оставила деньги, она, наверное, стала поделиться какой-то информацией. Да, конечно, поделилась информацией, потому что мы вместе пошли, я составляла для нее заявление. Мне выпала честь быть ассистентом. Девушка, никто не ожидает, что к тебе кто-то зайдет в номер, в гостиницу, в хорошую гостиницу, где ты снимаешь номер, правильно же? За 16 тысяч песок, кстати, на секундочку снимала она. 16 тысяч? За 10 ночей. За 10 ночей. То есть это хороший уровень гостиницы. А в этот день не должно быть ни уборки в номере, ничего, потому что это был праздничный день, 2 ноября, и весь персонал отправили домой отдыхать, и там был только один человек на ресепшене, и его мы подозреваем, но так как мы его не поймали с поличным, но так как он только один и отказался показать камеры, ни одну камеру не показал, но пришлось пойти написать заявление. Вот с этим-то пакетом его заставят показать камеры, потому что он не может сказать, что нет, нет. И, скорее всего, это был он. Девушка оставила сумку на видном месте, к сожалению, а в сумке внутри лежали деньги. Он не забрал все деньги, не забрал все 2800 или 3, сколько у нее там было, а взял половину, ну так, чтобы не сразу схватила, чтобы так подумала, а, наверное, вчера потратила. Может, пожалеть, пожалеть, может, решил. А потому что если ты заметишь, что у тебя вообще денег нету, то ты просто сдохнешь голоду, откуда у нее дальше будут средства на проживание, она же здесь не работает пока что. Мы не знаем всю ситуацию, но это очень грустно было, конечно. Конечно. Девушка иностранка, русская. И вот так остаться, представь, у тебя 100 тысяч песо, и вдруг у тебя в следующий день 50 тысяч песо. Это стресс, это страх, это... То, что ты планировал, бессилие. Да. Ну, ничего, я надеюсь, что мы накажем виноватых. Не знаю, что они летний период участвуют. Ну, да. Но это не без помощи еще одного человека, но главное, чтобы не училась. Потому что там была такая команда опытная, даже психологи были, нас допрашивали. То есть это стоило красиво, в копеечку, но у меня брали абсолютно все данные, так же, как и данные другого человека. Если что, я тоже себя подставляю в риск. Если этот человек, например, совершит преступление, то меня тоже вызовут. То есть я тоже рискую. Так что, когда я говорю, сколько стоят услуги, там не говорите, что прямо дорого, потому что я несу свои риски. Я свои данные, например, в деле с Алисой тоже оставила. То есть вы когда заявление заполняли, получается, тоже... Конечно. И я должна была отметиться на листе и со своими данными, со своей резиденцией здесь, что я такая-такая, я буду ассистентом для этого человека, потому что она не владеет испанским языком. Вот. Из особенностей здесь, вот в России и во всех странах бывшего... Бывшего СССР? Бывшего Советского Союза, СССР. Да. Принято при входе в дом разуваться, там вам дают тапочки, все такое. В мексиканских домах такого нету. Вы заходите в обуви из парадной до кухни в обычной обуви. Когда на ушке отдохнули, вы уже одеваете свои тапочки, но нет такого пульта, что оставить на пороге тапочки. Вот. Я когда приезжаю в себя в Молдову домой, меня мама ругает там на протяжении целой недели, потому что я туплю и захожу в обуви. Непривычно просто, да, вот эту культуру обычаи менять, это, конечно, да. Да, это весело. Неважно, кем ты стал, но мама я мама, и она всегда тебе, всегда имеет право дать тебе шлепку по заду. Вот. Мексиканцы очень ранимые, очень вежливые люди. Будьте, пожалуйста, повежливые с мексиканцами. Они любят улыбаться, они вежливые. Неважно, что они вам врут в глаза, они вежливые. Но на самом деле лучше, даже если тебе врут в глаза, у тебя улыбаются, тебе не угрожают, на тебя не смотрят. А как же поговорка русская? Лучше горько-правда, чем сладко-ложь? Или она только в России работает? Мне кажется, лучше сладко-ложь. Ты пробовал сладко-ложь? Вот попробуй сладко-ложь и скажешь. Нет, я сладко-ложь не люблю. Ну ладно. Это неправда, на самом деле. Это неправда. Да, и будьте с ними повежливее. А девушкам, которые, неважно, ей от 17 до 50 лет, женщинам говорите сеньорита, не говорите сеньора. Потому что, когда тебе говорят сеньора, ты себя уже представляешь с белыми волосами, завтракающая с подругами в ВИПсе. В ВИПсе. Как раз я недавно оттуда вышла. Ну да, там старички любят кого-то собираться на свои вот эти... кофейные, утра. Там хорошо и экономно можно покушать. Я не хожу, потому что зачем? Да, ребята, недавно... Я буквально был недавно в ВИПсе. Возможно, в скором времени выйдет контент, как там реально дешево и сердитым можно покушать. Почему сердито? Вот смотри, ты опять за своё русское. Дёшево, ну дёшево. А чё сердито? Тебе что было, плохо? Нет. Просто там... Кстати, это слово сердитом, оно на испанском имеет значение. Это как поросёночек. Сердо, сердито. Сердо — это поросёночек. Свинюшка. Сердито? Свинюшечка. У него завтраки в ВИПсе. Дёшево и сердит. Почему сердит? А тебе там папайю дали, ты сказал. Тебе там дали кофечка, яичницу из фасолью и ещё... Объясню, почему. Потому что, ребята, они... Я был четыре раза из четырёх раз. Три раза требовали с меня, прям требовали, чтобы я оставил чаевые. Здесь ты обязательно... В России ты, как бы, пожелание оставляешь, а здесь, как бы, тебе обязательные условия, как бы, прям просят, прям вот напрямую говорят, чтобы ты оставил за чай. Для меня это просто дико. Ну, типа, мы же русские, хотим, оставляем. Нам понравилось обслуживание, например, того или иного официанта или официантки, мы оставляем. Если не понравилось, то мы не оставляем. А здесь, как бы, обязательные условия идёт. Поэтому я и упомянул, что сердит. А, да, заставляли. Устанчивый. Да. Правильно, что? Человек старался для тебя, тебе приносил. У вас один раз мне не понравилось, как меня обслужили, и меня стали стать человеком. А где это было? Это было как раз в районе зоны роста, ты сказала, да? Ага. Это как раз то, что там меня обслуживает какой-то молодой человек, может, у них гомосексуалов принято обслуживать, я не знаю, в общем, он ко мне подошёл, я его неправильно понял, он ушёл, и просто ко мне никого не доходил. Вообще. Ага, тебя заблокировали. Ну, типа того. Я потом уже сам встал и подошёл уже на рецепт, и потом ко мне подошли, либо меня не поняли. Нужно было быть вежливым, ты же как разговаривал, ты, наверное, там, ну, разговаривал, как в России, там, сердита, а здесь нужно «Здравствуйте, а можно мне, пожалуйста?» Всегда говорите «порфагор», это вообще ключ к сердцу. «Порфагор», я знаю, «пожалуйста, простите», «порфагор», «порфагор», это «пожалуйста», «разрешите». Не «пожалуйста», подскажите «порфагор», это так же вроде переводится, как «пожалуйста, подскажите». «Будьте добры», это как, ну, это мы всё. Кстати, тут много представлено разных бардершопов, я не думаю, что так же, как и в России развито. Ань, что можешь добавить по поводу бардершопа? Как здесь вообще стригут? Стригут очень хорошо, модно, немного вычурно, возможно. Если вы девушка и хотите красивый цвет волос или стрижку, обращайтесь к Евгению Энникову, он поддерживает мой идеальный белый цвет волос, это единственный парикмахер, которому можно иметь доверие здесь. Слушай, Аня, знаешь, как вопрос не обсудили, подскажи, пожалуйста, вот, но прежним сюда туристам, подскажи, какие вообще взять тарифы для сим-карт, ну, точнее, какие вообще соту оператора здесь мягкие. Я слышу только про Тауцел, про Тауцел, про Тауцел. Что вообще можешь сказать? Да, это самый популярный, есть еще Мови Стар, есть еще какой-то, мне нравится Байт, мне его посоветовали, он прекрасно работает. Тауцел, это самый распространенный, но, когда у вас заканчивается интернет, там, у вас заканчивается все, вы не принимаете WhatsApp, вы не можете смотреть в Тауцел, вам нужно очень страшно перезаряжать, поставить деньги. Переоформлять? Нет. А платить за интернет. А. А в Тауцел, вот, спокойненько, там, закончится интернет, но он не заканчивается так вот, вот, резко. Замедляется, замедляется скорость, вот, вы продолжаете смотреть свой YouTube, даже если у вас вообще там уже нет, вам продолжают приходить WhatsApp, вот, вас не отключат от мира всего, если вы не заплатили. Вот подскажи, вот, если, допустим, как мне надо много интернета, вообще, вообще, немало, в основном интернета много, какой больше всего оператор подает здесь, самый наиболее выгодный, где бы хотелось бы, чтобы зона покрытия еще была хорошая, по Мехик-Сити, и мы именно про Мехик-Сити говорим. Какой? Я пользуюсь байтом, у меня нормально, смотрю свои тексты, сколько ты плачешь вместо? 200 песок, если я хочу, если он замедляется, я иду и делаю еще одну, еще одну, еще пополняю себе еще на интернет, 200 или 400 песок мне нормально, что? А про IT&T ты, что можешь сказать, то есть дорого, да, я так понимаю? Многовато, мне кажется. И когда вы сейчас заканчиваете интернет, тебя отрезают от сформира. Офигеть. И что касается того, то же самое, да? Да, так что учтите на заметку, байт самая лучшая сим-карта, именно с этого оператора в ней. Никто еще не пропал, реклама не проплачена. Что касается девушки Анны, тут очень интересная история на самом деле. Познакомился я с ней через его знакомого, другого, Евгения зовут. Это кто, кого она рекламировала, именно кто ей делает стрижки, так скажем. Окрашенный волос, возможно, и так далее. Просто одна девушка попала в беду, которой я решил помочь, которой украли полтора тысячи долларов. И Евгения скинул ее контакты Ане. И как-то с Аней я списался, спросил ее, как она сможет, не сможет вообще помочь. В итоге она смогла помочь, дала контакты, я с ней договорился на интервью. Аня живет 12 лет все-таки в Мехико, и достаточно много информации обладает и знает. Поэтому как-то так. В целом получилось очень неплохо. Следующая очередь Антонио. Антонио более опытный человек, живет в Мехико всю жизнь, а дальше вы все сами увидите. Добрый день. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут? Давно ли вы проживаете в Мексике? Или вы родились здесь? Родились вы в Мехико-Сити или в другом городе? Расскажите вообще себе. Меня зовут Антонио Санчес. Я живу здесь долго. Больше 40 лет. Я люблю свой родной город. Понял вас. Смотрите, Антонио, у нас с вами будет три ключевых вопроса. Первый это как коренные мексиканцы относятся к русским туристам или кто здесь давно живет из русских? Почему у вас так часто проводятся какие-либо праздники и что для вас значит праздник День Смерти? Также как сама власть полиции, как у вас относятся к воровсу, дискриминации или прочей незаконной деятельности? Независимо турист, человек или коренной мексиканец или приезжий мексиканец, неважно. Как вообще в целом полиция трудится и работает? Давайте начнем с первого вопроса. Как вообще относятся коренные мексиканцы лично? Вот вы, какое ваше отношение является к русским и кто давно живет, допустим, из тех, кто приехал сюда из России? Хорошо. Коренные мексиканцы это, конечно, мексиканцы, которые живут в Мексике давно, то есть у нас примерно 62 древних культур, поэтому относиться к русским это сложно, потому что 62 иссяка бывают в Мексике. Еще есть другие формы коммуникации у древних мексиканцев, которые слошняют отношения к русским. Мексиканцы могут говорить на испанском, могут говорить на английском, на французском и другие языка, но это не часто найти мексиканцев, которые говорят на русском языке, но, конечно, есть примерно я думаю 20-30 тысяч мексиканцев, которые изучают русский язык. Я перебью вас это относится из всей страны или только из города Мексики? Нет, я говорю о всей стране, говорю о всей стране, значит, так, вот 62 иссяка в Мексике, это майя, тохлавал, центал, мексика, науат. Когда я говорю науат, это звучит так, кино, катла, мат, ино, йолу, егва, никакие, инкуи, катлу, никита, инсучит, ламака, инкуит, лауия. Это стихийный цавалькоют. Ну, понимаете, это нелегко понимать все эти древние языка в Мексике. Конечно, испанский проще, но для нас, для мексиканцев, русский это сложный язык, это нелегко изучать русский язык, потому что грамматика разная, звуки разные, и поэтому трудновато изучать русский язык. Мы любим Россию, мы поддерживаем даже Россию в международном политике, в международной политике. Нам нравится, мы смотрим, как Россия относится, и как Россия дружит с разными народами вокруг мира, и поэтому мексиканцы уважают русских людей. Антонио, знаете, хорошо, а вот вы говорите уважает, а вот сейчас нынешним положением в России, которое соотносится из специальной военной операции, так назовем, как вы вообще на это дадите ответ, как относятся к этому мексиканцы, то, что у нас такое в стране происходит с Украиной, немножко углубимся в политику, буквально пару минут, как вы считаете, поменялось ли знаете, что я изучал международную историю и знаю, какой роль играл Советский Союз, чтобы уничтожить фашизм. Конечно, сейчас мы переживаем от фашистов. Мы здесь в Мексике тоже имеем вот такая угроза. Поэтому я должен сказать, что есть меньшинство мексиканцев, примерно 30 миллионов, все-таки 30 миллионов, но это меньшинство, которые они думают, размышляют как фашисты. Да, но большинство мексиканцев я имею ввиду 95 миллионов человек. Не думаю так. Примерно так. Большинство мексиканцев думают, что Россия имеет право защищать русские, которые живут на Украине. Я думаю, что даже это правда, что Крым принадлежала Россию. Поэтому выиграла референдум, в котором поступил русский народ и украинский народ, которые живут в Крыму, на Крыму. то есть военная операция, которая сейчас идет на Украине, это, конечно, сложняет международные отношения. Россия. я думаю, что тут это не только Селенский, который боюет против России. Это еще Соединенные Штаты, это еще Франция, это еще Великая Британия, Германия. То есть все страны НАТО поступают и сопротивляют Россию. Почему? Потому что Россия богатая страна. Поэтому, потому что Россия хочет сочетить свою суверенитет. Ну вот, поэтому и я думаю, что если на Украине живут русские люди, Россия имеет право защитить эти люди от фашистов, которые как Бандерас тоже хотят вот ставить вот такой фашист фашистский режим на Украине. У нас в Мексике есть такие. В Латинской Америке были разные случаи в Аргентине, когда Гальтери и Пиночет на Чили ставили фашистские режимы. Мы большинство Мексиканцев сопротивляем фашистов. Мы не любим фашистов. Мы не согласны даже такого рода фашизма, который является ационизмом. Что сейчас происходит в Израиль в Газ против палестинского народа это несправедливо. Это просто геноцид. Это другой бит фашизма. Поэтому мы тут в Мексике строим демократию. и поэтому поддерживаем то, что сейчас Россия уничтожает вооружение способностей Украины и НАТО. Ну, Антонио, вам так скажу. Очень грамотный ответ, но по поводу, что касается специальной военной операции, у нас такого мнения придерживается большинство россиян, именно касательно тех, кто живет в постсоветском пространстве, то есть кто в СССР рожден. Моя мама, папа, родственники. Вот именно молодежь не относится к этому мнению. Ну, и я в том числе. Возможно, у нас другое мировоззрение за счет всего возраста и так далее. Но, опять же, это все. Давайте, каждый останется при своем мнении, но ваш ответ я поддерживаю и принимаю. То есть, именно мне приятно, что вы хорошо относитесь к русскими, то, что в целом у вас такая политика именно в Мексике. Вот. Расскажите, как у вас сейчас проводят какие-либо праздники и что для вас значит праздник День Смерти? Потому что я слышу, что у вас ежегодно праздник День Смерти с 1 по 2 ноября. Именно получается с ночи с 1 по 2 ноября. Расскажите, почему у вас об этом такой культ и что для вас значит День Смерти? Давай. День Смерти это пугает немножко, да? но для нас это праздник, это праздник родственников, древних родственников. Это по-испански будет звучать так Диа де Муэртос. Диа де Муэртос? Диа де Муэртос. Это Что значит? Диа де Муэртос это День Смерти. А, есть День Смерти. Это прямой перевод. Ну вот. Почему у нас в Мексике много праздников? Да, конечно, у нас 30-65 дней в год есть праздник в маленьком деревне, в маленьком городе бывают такие праздники, которые вспоминают древние идеи цивилизации, которые жили в Мексике и до сих пор они говорят на свои языки и таким образом у нас получается, что есть такое смещение с древнего с настоящим времен культур, так сказать. Такое смещение разных древних идей и настоящих идей дает много праздников. Почему? Потому что раньше были такие идеи, что в горах жили такие существа, маленькие существа, которые Мешики, Сапотеки, Мистеки назвали Тлалоки. Тлалоки. это такое маленькое существо, которое помогало продолжение жизни на планете. Как они помогали? Они дали возможность водить и текущие реки достать древние города. Тлалоки это еще так сказать существа, которые относились с одним древним богом. Это не НО. Да, этот бог зовут Тлалок. Тлалок. Этот бог был бог дожди. Бог дожди. Для него делали праздник. Такой большой праздник в Темпло Майор наверху пирамиды. праздник праздник секундочку. Тепло Майор это здесь в центре Мексики в сторону снежного парламента. Знаменитый музей. Речь идет именно об этом музея. Для Тлалока был важен этот праздник, чтобы дать народу дождь, чтобы дать возможность продолжения агрикультуру, продолжения возрастания дерева, возрастания еще сырной, обожьи, фрукты. И поэтому наши древние культуры думали, что это было очень важно относиться с Тлалоком с уважением и давали этот праздник. Причем в этом праздник подарок для Тлалока было сердце. И должно быть живое сердце. И такое сердце только достигли от самой красивой девушке. Именно самую красивую? Да. Да. Но это было так. Для нас страшно рассказать это, но для древней культуры смерть была как слава. Как слава. Это умереть для мальчиков. Это было давать возможность жизни. Это было хорошо. Это было как подарок для внуков для других людей, чтобы они жили здорово. И поэтому не важно было умереть. И поэтому для самую красивую девушку это было не что если она умрет. Потому что целый народ был жить. Это трудновато. Это философия сменилась. Конечно. Но такая философия это еще изучается. Это еще изучается. Почему они думали так? Были они диалектики? Может быть они понимали диалектику? Даже есть такие музеи где смерть и живое вещество они находятся вместе. Можно видеть такое диалектическое размышление у музеев древних культур древних мексиканских культур. Из-за этого у нас день смерти происходит как вспоминание что-то. Мы вспоминаем розвенников. Мы вспоминаем те культуры которые существовали в Мексике уже много веков. Но не только их мы вспоминаем тоже розвенники которые умерли в этом году или в прошлом году и мы даем возможность понимать наши сыновья что смерть нуждается чтобы существовала жизнь на планете. Чтобы было жизнь в Мексике нужна смерть. А от кого смерть? Когда мы ем курицу мы ем тоже в Мексике чабулинис но они были живые. Чабулинис это кольца? Чабулинис нет. Чабулинис это крикет. Английский это крикет. Крикет. А как будет по-русски крикет? Это силеный крикет. Это такое маленькое животное которое прыгает. Это искомое или животное? Да, искомое. Кузнечик. Может быть. Да. И но это живые вещества это животные которые были живые теперь на блюдах они мертвые. Но то есть теоретическое размышление древних мексиканцев было что семья собирает мертвых чтобы подать жизнь чтобы подать возможность жить живые люди те же самые как у нас сейчас наше блюдо наши фрукты наши овощи однажды были живые но уже когда находятся на блюдах это мертвые вещества так быть? Да. Вот. И сайта у нас есть разные праздники карнавали у нас тоже есть богатая история в Мексике была большая история не только о древних временах но тоже два буйяка назад например Мексика стала независимой страной и мы празднуем 15 сентября это национальный праздник в Мексике День Несовисимости затем у нас есть военный парад 16 сентября еще у нас 31 октября у нас есть Хэллоуин это конечно от англо-саксу культуры культуры поправлю а он относится к американскому то есть он как-то связан или не связан нет не связан не связан потому что праздник Хэллоуин американский праздник в смысле англо-саксон праздник который имеет свои традиции и свое поведение а уже 1 ноября 2 ноября это День смерти который уже с уважением относится с родственников которые умерли раньше у нас достаточно много праздников получается да получается много праздников потому что еще история история Мексика большая тоже есть например 13 13 сентября есть праздник потому что мы вспоминаем бои бои бой против американской американской армии против американской армии еще есть такой праздник 5 мая это день победы Мексики у нас 9 мая в России очень позже 4 дня ранее да а у нас 5 мая это день победы против французского французской армии против французской армии потому что в XII веке французы хотели ставить король тут в Мексике они не могли они были только 5 лет и войска Мексики озбободили опять страну и затем против американцев мы воевали три раза в XII веке мы теряли половину свою территорию но мы сейчас думаем что мы сможем опять восстановить потому что уже в Соединенных Штатах живут около 46 миллионов Мексиканцев само понятие день смерти понятно а как вообще у нас относится именно к воровству самого из полиции который третий вопрос задавал потому что произошла на днях интересная ситуация вот девушка давала мне тоже интервью ее Аня зовут и произошла такая ситуация что девушка приезжая россиянка у нее украли деньги по ТР тысячу долларов из гостиницы я вам это историю не рассказываю и дело в том что камера записи предоставляет ванну хоть не все деньги украли деньги жали в сумке украл тот человек который был на рецепте сидел то есть как консьерж и он камеру отказался показать и вот интересно как относится вообще к воровству здесь именно сами мексиканцы жесткие ли правила именно со стороны власти полиция и прочие незаконные деятельности вообще мошенничество и так далее как вообще сама полиция с этим борется расскажите понятно знаете сейчас в Мексике идет такой процесс это мы говорим что это мирная революция это мирная революция причем мы в Мексике имеем большую большую проблему это проблема иммунитета иммунитет это вид коррупции у нас в Мексике есть политический власть и есть юридический власть у юридического власть есть такая проблема они сейчас не сделают хорошо свою работу поэтому есть такое сопротивление политического власта политического власта против юридического это может сравнить как в Америке республиканцы демократы что-то по типу похоже или я путаю да нет это примерно так но там идет сопротивление политических сил а тут в Мексике нет тут идет сопротивление политического государства политическую бласть против юридический бласть понимаете но государство имеет три бласти так сказать и второй бласть занимается законами они обсуждают деформируют делают законы юридически власть нет я имею ввиду второй власть легизлативо и легизлативо в России будет дума легизлативо это второй бласть у нас первый бласть это политический бласть а кто является политический бласть Это президент республики и все министерства. Натальянская палата. Да, президент республики. Это он представляет политическую область. Затем есть у нас третья область. Какая это третья область? Юридическая область. Причем юридическая область относится с законами, но уже с наказанием преступников. Так будет? Особенно вы говорите сейчас, кто-то украл у девушки. Нужно наказать, нужно наказать, но юридический путем у нас есть проблема коррупции, потому что юридическая область сейчас не хочет, не любит нашу мирную революцию. У нас в России, поверьте, не лучшая ситуация с коррупцией. Ну вот, ну вот. У нас, мы говорим, здесь мы делаем такую революцию, что мы боремся против коррупции. Если, ну мы, мы, мы решили, кто это мы? Это есть одна партия, которая называется движение национальное возрождение. Мурена. Переводим. Так, так переводится. Мурена. Мовимент регенерации национальной. Движение национального возрождения. Национального возрождения. Ну вот. Когда началась эта революция? Началась пять лет тому назад. В 2018 году. Бурджуазия была согласна с этим, с этой революцией? Нет, конечно, нет. Народ был согласен с этой революцией? Да, конечно, был согласен. Почему был согласен? Потому что финансовые ресурсы, которые были потерей, теперь эти финансовые ресурсы идут на кармане народа. Каким образом? Есть помощь для взрослых людей. Это у вас тоже пенсия называется? Да, это пенсия. Но это не пенсия от работы, но от помощи, от этого финансового ресурса, который получается от борьбы с коррупцией. Финансирование. Да. У нас есть такое учреждение, которое называется «Институт для того, чтобы дать обратно народу то, что было отобрано». Понимаете? Это борьба вообще с коррупцией, так сказать. Это борьба против коррупции, да? Это борьба против коррупции. Тогда у нас есть полицейские, которые согласны с мирной революцией. Гвардия националь. Это была гвардия националь. У нас тоже вот вооружение сил, большинство, есть меньшинство среди вооруженных сил, которые не поддерживают нашу революцию. Но большинство вооруженных сил поддерживают мирной революции против коррупции. Среди полицейских не все поддерживают. Среди полицейских, я сказал бы, это просто-напросто моя идея. То есть есть разделение вы имеете в виду? Есть разделение с полицейским? Я думаю, у меня нет статистических данных по этому вопросу. Но я думаю, что 50 полицейских против нашей революции. 50% имеете в виду? 50%. А 50% поддерживают. А 50% против. И вот это вот идет вещь, как вы говорите. Тогда, да, когда перед тобой есть полиция, я не знаю, с какой стороны эти полицейские действуют. Понимаете? Но у нас есть такое положение. Такое положение, потому что мы боремся против юридической власти, которые воруют, давно воруют народу. У них было много тысяч миллионов песо. Ни за что. Собраны для них. Они воруют. И это юрия. Это юридическая власть. Понимаете? Поэтому у нас это большая проблема. Конечно, я, к сожалению, должен сказать, сейчас нельзя верить в полицию. Нельзя верить в полицию. Но иногда нет у нас другого шанса. Мы делаем политическую работу, чтобы это сменить. То есть, мы сейчас хотим продолжить свою мирную революцию. Мы не воюем между мексиканцев. У нас уже была революция в прошлом веке. В начале прошлом веке. Это называется мексиканская революция. Панчо Вилья, еще Эмилиану Сапата, План де Сан-Луис, Франциспе Мадеро, Карранца. У вас революбинности. Ну, вот эти руководители нашей мексиканской революции 20 века. Начиная с 1910 года до 1917 года. Это была революция. И было 1 миллион человек умерли. Прямо как на Гражданской войне у нас. Ну, конечно, не в таких масштабах, но все равно. Ну, вот, вот, вот. Еще сейчас у нас был фашистский режим. Недавно было в Мексике. В Мексике. Был фашистский режим. Начиная с 2000 лет. Кто был этот президент этого фашистского режима? Висенте Фокс. Продолжение этого фашистского режима это был Филиппе Кальдерон. Третьего это был Пенянетто. Это были 18 лет фашистского режима в Мексике. Оттого умерли 300, более, более 300 тысяч мексиканцев. Оттого режима. Это какой-то уже геноцид получается. Да, у нас, начиная с, уже 40 лет мы жили в одной режиме, который близко работал с мафией, с наркоманов. Представляете, 40 лет такого режима. И связано с этой фашистской режимом. 40 лет. 40 лет. Мы поэтому сейчас делаем эту мирную революцию. Причем, Соединенные Штаты поддержали фашистов в Мексике. Как они поддержали? Они добавили оружие. Спонсировали. Да. Поэтому вы сейчас, именно вернемся ко второму вопросу, вы сейчас такого же положения, как и, ну, во мнении, как и международное, ну, вот это отношение между Россией и Украиной, то, что вы думаете, то, что Соединенные Штаты спонсируют, ну, вот, из-за, из-за этой ситуации тоже спонсируют Украину, и тем самым, то есть, то есть, повторяется... Те же самые, что делали в Украине, уже делали в Мексике, начиная с 2002 года. Был такой проект, американский проект, который называется «Рапиду и фурьозу». В чем состоялся дат, оружие, и мафии тут, в Мексике? Мафия, которая занимается торговлей наркотиками. Это делали. Тут называется эта война против наркотиков, против, так сказать, организации продавцов наркотиков. Очень захватывающая история по поводу, особенно, вот, что касается... Вы рассказали про две политические партии, получается, одна политическая, другая ведическая, то есть, как они с этим борются. Это очень интересно. Пока вы отвечали на вопрос, у меня созрел другой вопрос, последний, контрольный. Вот, расскажите, я часто слышу от русских, и не только от русских, от любых людей, даже национальностей, что за понятие «гринго» здесь, и как мексиканцы к этим людям относятся, почему их так прозвали, и за что мексиканцы ненавидят «гринго». Вот, кратко, просто, как контрольный вопрос, интересно от вас, конечно, в вашем месте. Я даю анекдотический ответ, потому что «гринго» – это слова, которые происходят от английского языка. «гринго» – значение «зеленый». «Гол» и «тий». Это побуждение к действию, либо, допустим, какой-то, ну, то есть, «зеленый» и «зеленый». «Бон отсюда». «Бон отсюда». Почему? Потому что мексиканцы не любят американцев. Почему мы не любим их? Потому что у нас уже война с ними продолжается, начиная с 12 века. Мы не забываем, что половина нашей территории у США сейчас. То есть, вы хотите сказать, что, допустим, не находятся границы… С 1847 года началась такая война. Даже раньше, в 1836 до 1847 года продолжалась такая война. Но по телевизору нигде этого нет. Мы теряли половину территории. Затем были другие войны против американцев. Последняя война была в 1914 году. В 1914 году они дошли до Чапультепек, то есть в центре города, в центре Мехико. И было сопротивление. Молодые люди сопротивляли военные учреждения в центре города. Героически сопротивляли. Поэтому у нас есть праздник 13 сентября. Мы вспомнимаем в этой войне. Поэтому мы, так сказать, народ, мексиканский народ, белые люди, которые приезжают сюда, называют гринго. Иногда вот американцы любят это. Знаете, что американцы, они любят быть друзьями. Они лучше любят быть врагами. Поэтому они любят, что мексиканцы называют их гринго. Они уливаются, когда они излющают. Как вы не путаете американцев и русских? Вот вы говорите, гринго-американца. А как, допустим, я же тоже белый. Да. Меня же тоже, получается, может путать с гринго? Может быть, один мексиканец может думать, что ты из Америки, что ты происходишь из Соединенных Штатов. Он может назвать тебя гринго. А ты должен сказать ему, нет, я не гринго, я русский. Руссо-турист. Руссо-турист. Да. Потому что у нас такой бой. Тоже мексиканцы, для мексиканцев это нелегко быть в Америке. Я сказал тебе, что у нас в Соединенных Штатах больше 46 миллионов. Есть 65 латиноамериканцев в Соединенных Штатах. Среди них 46 миллионов мексиканцев. Но нелегко. Нелегко. Все время есть определение. Гринго убивают мексиканцев там. Это нелегко. И сам конфликт у вас дали. Это борьба, постоянная борьба между мексиканцами и американцами. Это постоянная борьба. Так. Ну, в целом, Антонио, мы с вами обсудили все вопросы касательно вообще дискриминации русских, русофобии, как относится здесь к русским, что такое понятие гринго. Я вас благодарю очень сильно за интервью, за то, что выделили мне такое большое количество времени. Я не сказал, что вы русофобия. Не слушать вы русофобия в Мексике. Ты чувствовал? Нет. Опять же, это надо для раскрытия темы, чтобы было общее понимание тем, кто не был никогда в Мексике. Потому что многие пишут в комментариях, писали у других блогеров, на других постах. Или, допустим, статьях. Нет, может быть, мексиканцы путают. Мексиканцы путают. Русские били, но они не понимают русский. И тогда они, мексиканцы, думают, что русский человек, это происходит от Соединенных Штатов. Поэтому сначала есть такое сопротивление. Но чтобы положить на сторону этого сопротивления мексиканцев, нужно говорить либо на испанском, либо на русском, но доказать, что не американец. Это самое главное. Антоний, спасибо вам большое за интервью. Если что, очень приятно. Добро пожаловать. Мне тоже было очень приятно. Я, кстати, не представился, как меня зовут. Меня зовут Владислав. Мне 26 лет, да. Не сказал самое главное. Я приехал сюда из города Нижний Новгород. Это город, находится недалеко от Москвы. 400 километров. Ребята, и еще интересный момент. С данным человеком я познакомился спонтанно случайно на улице. Просто искал, где мне найти сим-карту купить, так как у меня закончился интернет. И на помощь подвернулся этот, так скажем, мужчина интеллигентный. Антонио зовут, еще раз повторюсь. И тем самым мы познакомились просто и спонтанно. Я решил взять интервью у него и узнать этот человек. В целом эти все вопросы касательно русских. Ну что ж, ребята, я бы хотел теперь поделиться своей точкой зрения. Как я смотрю через свою призму на это все по поводу отношения к русским, русофобии, дискриминации и так далее. Вообще я сам проживаю, да, в районе зоны Роса. Он считается таким гомофобным районом, так назовем. Здесь очень много ходит людей нетрадиционной ориентации, так скажем, сексуальной. В целом мне этот район очень нравится. Он находится недалеко от Паланка. Он, ну, как бы не слишком шибко дорогой. Я снимаю личную гостиницу за около 10 тысяч песо. То есть выходит она мне всего лишь около 600 долларов в месяц. Это не так дорого. Да, правда, это лофт размещения, но все же. Что касается праздника Дня Смерти, тоже очень интересный факт. Потому что начиная с конца октября, как раз я попал в этот момент, когда я здесь путешествую. То, что с 20 октября примерно до, наверное, 2-3 ноября, то есть до самого разгара праздника, здесь реально везде ходят каких-то интересных костюмах, каких-то интересных всяких, я не знаю, масках. Я тоже вставлю видео здесь, посмотрите, как это все выглядит и очень интересно. Что касается, значит, политических взглядов, да, здесь нельзя быть расслабленным. Нужно держать уши во строк, потому что если у тебя украли деньги, не дай бог, то все, ты считай, пропал. Потому что здесь полиция, та девушка, которая украла, кстати, деньги, полиция, она не борется с этим. То есть максимум, что они сделали, они написали заявление, но деньги они так и не вернули. То есть мое мнение, лучше деньги носить сюда с собой, либо держать на карте. Я лично оформил карту Альбабанка и всем рекомендую, кто будет в Мексике путешествовать и даже по работе приедет, обязательно оформить карту Альбабанка. Потому что она оформляется через курьерскую службу DHL и тем самым вы сможете пользоваться этой картой, пополнять, снимать в любых банкоматах, через 7-11 магазины, через Walmart и так далее. Вот, так что, ребят, держите ухи востро. Что касается зон, да, я считаю, что три самых губолочных района, это Дельвая, зона Росса и Паланка. Зона Росса чем удобен, потому что он находится реально в центре практически и самый бюджетный из этих трех. Не считай Дельвая, но Дельвая далеко находится. Паланка это очень дорогой район, я смотрю, что там стоят квартиры и гостиницы в целом. Ну, больше за тысячу, за полторы тысячи долларов. Но это очень овердорго, даже для тех, кто здесь путешествует как турист, как, собственно, и я. Поэтому я всем рекомендую поселяться в зону Росса. Также, ребят, важный момент по поводу русофобии. Честно, я сегодня нахожусь в Мексике уже 36 день. Я ни разу не заметил никакую русофобию. Я ни разу не заметил где-то ущемление прав именно русского человека. Кстати, меня ни разу нигде не назвали гринго. Потому что гринго, все-таки, как перепутать можно американца с русским? Дело в том, что у нас акцент другой. Даже сдалека, мы говорим, даже из голосовой записываемой, или где-то еще в каком-то мессенджере общаемся, все равно мексиканцы не понимают, что мы не гринго. Как таковой русофобии нет нигде. Я был в разных заведениях. Я был и в ресторанах, и в разных всяких музеях интерполагических, и парках. Я нигде не замечал никакую дискриминацию. Ко мне везде отношили с уважением. Так что, что касается отношений к русским, несмотря на тяжелое положение сейчас в наше время, и непростую мирную ситуацию, которая происходит на планете, я считаю, что к русским относятся хорошо в Мексике, поэтому не бойтесь, едьте. Еще хотел упомянуть в Мексику. Кстати, я летел компанией Turkish Airlines через Стамбул. Я всем советую тоже через Turkish Airlines лететь, потому что, во-первых, недорого, во-вторых, очень качественный сервис они оказывают, поэтому я всем рекомендую лететь через Turkish Airlines. Я рад, что вы дослушали этот ролик до конца. В целом, я рассказал вам все, что я хотел, наверное, выразил все мысли. Что касается и от Ани, и от Антонио, два оба прекрасных человека, я им очень благодарен. Ссылку на их канал я закрепил. С вами был Владик Орс, of course. Всех обнял, всем на связи. Ах да, чуть не забыл. Не забывайте, пожалуйста, подписаться на канал. Вам это ничего не стоит, но мне очень сильно помогает для продвижения. Также поставить лайк, написать комментарий. Как вы вообще думаете о том, что вообще, как думают о русских, какая дискриминация здесь происходит. Про день смерти также укажите комментарий. Также у меня есть свой телеграм-канал. Там я публикую дополнительную информацию, не вышедшую на YouTube. Так что тоже советую всем подписаться. Всем спасибо за внимание. С вами был Of course на связи Владик Орс. Всем до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok